Еще один универсальный стадион открыли в округе. Спортивный объект построили на территории 28-й школы в Кореневе. Это долгожданный подарок для учеников и жителей микрорайона. На спортивном празднике побывали и мы. Многофункциональный спортивный комплекс с мини-футбольным полем и легкоатлетическим ядром на территории школы номер 28, бывшей 59-й, построили в рамках реализации регионального проекта «Открытый стадион». Обустроили беговую дорожку, ямы для прыжков в длину, зону воркаута с тренажерами для упражнений на разные группы мышц. Нам очень понравился стадион. Каждый день мы будем приходить сюда, заниматься после Европы. Вадим Драгушан – гордость школы. В конце мая восьмиклассник стал победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров. Теперь готовится к первенству Европы, которое пройдет в Венгрии. Новый спортивный объект на территории родной школы тоже оценил. Построили такой хороший стадион для развития спорта в Люберцах. Очень рад, буду заниматься. Заниматься физкультурой на свежем воздухе – это очень полезно и круто. Зданию нашему в этом году 55 лет. Стадиона здесь никогда не было. Это первый такой спортивный массовый объект, который построен не только для учащихся нашей школы, но и для жителей. Так как у нас очень активный район, занятия спортом здесь на первом месте. На спортивный праздник в Коренево приехал глава округа. Теперь можно заниматься спортом на качественном покрытии, хороших тренажеров и фактически круглые сутки. Поздравляю всех с открытием стадиона, всем здоровья, благополучия. Это 21-й стадион на территории Люберецких школ, который с 6 утра до 22 часов открыт для всех желающих. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.